Здравствуйте! В эфире Управдом, программа о самых злободневных проблемах в сфере ЖКХ. Мы помогаем вам искать ответы на острые коммунальные вопросы. И сегодня поговорим о том, как успеть приватизировать свое жилье, а также о том, как сделать в доме капитальный ремонт за счет государства. Но начнем, как обычно, с истории от наших зрителей. Жители одного из Благовещенских общежитий на Чайковского, 24, уже несколько лет не могут приватизировать свои комнаты. Власти на это не видят оснований, хотя для самих жителей главное основание то, что в этих комнатах они прожили больше 20 лет. Многие юристы браться за это спорное дело попросту отказываются. Разобраться в ситуации попытался наш корреспондент. Пожалуйста. Так, гостей в своей маленькой комнате в общежитии Татьяна Цибульская встречает уже 26 лет. В 80-е эту жилплощадь ей выделили как сотруднику предприятия «Продтовары». Правда, за 26 лет ее дом так и не стал ее крепостью. Приватизировать свои квадратные метры Татьяна, как и все жильцы этого дома, не может уже несколько лет. У нас выросли здесь дети, уже родились внуки, комнаты уже маленькие, у нас никаких прав нет, вообще никаких. Жители этого дома уже не раз обращались в городскую администрацию с просьбой оформить, наконец, свои квартиры в собственность. Недавно даже отправили местным чиновникам коллективное письмо, но власти приватизацию так и не одобрили. Общежитие Почаковского 24 было изначально построено как общежитие, оно причистится в реестре муниципальной собственности и не подлежит приватизации, согласно закону Российской Федерации о приватизации. Есть несколько ряд общежитий, это Трудовая 11, Трудовая 11А1, которая находится в муниципальной собственности. Значит, помещения в них предоставляются непосредственно муниципалитетам для проживания граждан. По слухам, в общежитии по улице Трудовой, которая тоже упоминают чиновники, некоторые жильцы свои квадратные метры все-таки оформили в собственность. Никаких официальных подтверждений нет, есть только догадки обиженных жителей. За помощью они не раз обращались к юристам, но даже самые профессиональные из них отказывались браться за это запутанное дело. Но, как пояснили нам эксперты, шансы на приватизацию все же есть. Что будет являться общежитием, собственно, это соответствует санитарным нормам здания, это значит наличие помещения общего пользования, то есть должна быть вахта, должны быть какие-то посильные принадлежности выдаваться, мебель и тому подобное. То есть здесь есть ряд, как бы, таких нюансов, которые позволяют то или иное здание отнести к общежитию. Поэтому, если есть какие-то зацепки, пусть используют. За правдой жильцы даже обращались в Москву, но в столице ту самую правду посоветовали искать у местной власти. Жители общежития сдаваться в борьбе за собственность не намерены. Свою крепость, говорят, будут отстаивать до конца. Кстати, приватизировать свои квадратные метры можно до 1 марта 2013 года. После этой даты придется выплачивать полную стоимость квартиры. Уже сейчас спрос на приватизацию заметно вырос. Многие попросту боятся не успеть оформить свое жилье в собственность. Для приватизации, значит, людям необходимо предоставить в комитет по управлению имуществом города Благовещенска договор социального найма, ордер, поселение в жилое помещение, значит, паспорт, справку из паспортного стола, подтверждающую свою регистрацию по месту жительства с 91-го года. Отказать в приватизации специалисты могут, если человек уже использовал это право хотя бы раз в жизни. Кстати, бесплатная приватизация началась в России еще в 92-м, и сроки ее окончания переносили несколько раз. И еще о некоторых изменениях в коммунальной сфере, которые, возможно, в скором времени вступят в силу. Они касаются прежде всего жильцов многоквартирных домов. Предполагается, что фонд содействия реформированию ЖКХ перестанет выделять деньги на капитальный ремонт и займется вплотную только лишь программой переселения из ветхого жилья. В таком случае платить за капитальный ремонт жильцам придется в том числе и из собственного кармана. Сейчас деньги по 185-му федеральному закону выделяет фонд содействия реформированию ЖКХ. И, как говорят эксперты, до 2015 года все останется на своих местах. Так что у мурчан еще есть время вступить в программу. Как это сделать, узнаем из следующего сюжета. Изоляция будет заменена. Также будет проведена дополнительная побелка подвального помещения. В этом старом подвале скоро все заблестит по-новому. Жильцы этого благовещенского дома давно мечтали о капитальном ремонте. Теперь мечту придется исполнять коммунальщикам. Дом попал в программу капитального ремонта многоквартирных домов. Наш дом был сдан в эксплуатацию в 1967 году. Это уже, как говорится, старичок у нас. У нас и течет и крыша, у нас и по панелям дожди, когда идут, заливают все на свете. Ну и сантехника, естественно, уже вышла из строя вся полностью. У управляющей компании планы на ремонт грандиозные. Покрасить фасад, починить крышу, обновить систему канализации. На все про все чуть больше 3,5 миллионов. Это деньги, которые на этот дом выделили в складчину. Местные власти и фонд содействия реформированию ЖКХ. Однозначно данный закон помогает в работе как управляющим компаниям, так и, я думаю, администрации муниципальных образований. Потому что в дальнейшем собственники имеют возможность не повышать тариф на накопительную часть для того, чтобы самостоятельно на своих плечах ввести проблему капитального ремонта своего многоквартирного дома. В этом году под капитальный ремонт попадут 27 благовещенских домов. Это рекордное число по области и почти половина всех выделенных на Преамурии денег. По нашей муниципальной программе где-то получается более 350 домов, которые на сегодняшний день нуждаются в проведении капитального ремонта по тем или иным конструктивным элементам создания своих. Всего в программе капитального ремонта участвуют 12 муниципалитетов. По программе капитального ремонта нельзя, например, отреставрировать фундамент дома. Другое общедомовое имущество под статьи расходов попадает. Это стены, кровля, общедомовые системы канализации, водопровод, электроснабжение. Основные требования – это установка общедомовых приборов, учета как энергии, так и ночехолодной, горячей воды. В программе капитального ремонта могут поучаствовать абсолютно все дома, но есть несколько условий. Для начала на общем собрании жильцов нужно принять решение об участии в программе и проведении капремонта. Затем на том же собрании решить, что конкретно нужно ремонтировать. Еще одно условие – создание товарищества собственников жилья. Кстати, сами жильцы тоже должны частично оплатить ремонт. Минимум 5% от общих затрат. Наряду с капитальным ремонтом в многоквартирных домах начался сезон ремонтов и в частных квартирах. Амурчане именно в отпуске спешат поменять обои или, как минимум, заменить старую мебель на новую. О погоде в доме тоже не забывают, ведь в такую погоду без кондиционера уже просто не обойтись. Стоит ли экономить на прохладе и какой кондиционер лучше выбрать, разбирался наш корреспондент. Детская игра «Холодно-горячо» летом актуальна даже для взрослых, если на улице плюс 30, а в помещении кондиционер. Специалисты советуют устанавливать его желательно до ремонта, чтобы, например, была возможность спрятать все провода под обои. Если с установкой затянули, а ремонт уже сделали, есть и другой вариант. Специалисты компании «Климат-контроль» не только установят кондиционер, но еще и уберут за собой весь мусор. Очень полезный бонус. Мода на кондиционеры с каждым годом совершенствуется. Меняется модельный ряд и цена. Например, самые доступные – марка «Чига». Кстати, в компании «Климат-контроль» под контролем держат и безопасность – экологическую. «Кондиционеры «Чига» сейчас новые, современные, идут уже на 410-м «Фреоне», который более-менее безопасен. Дело в том, что кондиционеры на 22-м «Фреоне» уже снимаются с производства, и в 2013 году закончится производство их вообще. В дальнейшем обслуживание кондиционера, которое устанавливается на 22-м «Фреоне», оно обойдется дороже, так как «Фреон» будет сниматься производством, он будет стоить, соответственно, дороже. Для того, чтобы установить кондиционер, достаточно одного телефонного звонка в офис фирмы. В течение нескольких дней специалисты приедут и поставят его. Причем в этом случае их не испугает даже высота здания. Здесь своя геометрия. Один кондиционер ставить на всю квартиру – это ошибочно. Почему? Потому что, как правило, где-то перегородки, где-то стенки – это все мешает. То есть, если вы поставите кондиционер в северной комнате, а захотите, чтобы он вам охлаждал, он еще и южный, ну, такого не будет. Сейчас кондиционеры в особом спросе. Специалисты шутят. Лето без них – как без кваса или загара. Представить уже просто нельзя. У меня на этом все. Смотрите «Управдом» и предлагайте свои темы для сюжетов. Если управляющая компания бездействует, крыша течет, а соседи шумят, звоните к нам в редакцию. Телефон 777-201. И помните, выход есть даже из самого запутанного коммунального лабиринта. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин